Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. В прошлом видео мы рассматривали самую народную видеокарту GTX 1650 Super и сравнивали ее со старыми видеокартами RX 570 и RX 580. Если вы еще не смотрели это видео, то можете посмотреть его по ссылке в описании. А в этом ролике давайте оценим ее прямого конкурента в лице RX 5500 XT и решим какая видеокарта будет лучшим приобретением для бюджетного гейминга. Ну а перед тем как мы перейдем к 5500 XT не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с предыстории, чтобы понять кто с кем конкурировал в бюджетном сегменте. Первые вести о Radeon RX 5500 пришли еще в октябре 2019 года, но тогда AMD решила от начала испытать силы своего нового чипа Navi 14 в готовых сборках ПК. И только потом уже выпустила замену бородатого RX 580 на массовый рынок. Тем временем зеленый чипмейкер предвидел ход AMD и еще до выхода RX 5500 XT выпустил GTX 1650 Super. Подходящего графического процессора для борьбы с RX 5500 у Nvidia не нашлось, но в очередной раз урезанный TU116 по привлекательной цене сумел заполнить пустующую нишу в модельном ряду GeForce 16 серии. И только после этого партнеры AMD закончили подготовительный этап производства целой кучи Radeon RX 5500, а к названию модели для солидности прикрутили индекс XT. Для того, чтобы по достоинству оценить RX 5500 XT, необходимо держать в уме одно ключевое различие между RDNA и GCN. Старая архитектура GCN ориентируется на максимальную плотность вычисленных алу в кристалле и сравнительно простую управляющую логику, а RDNA, напротив, работает более элегантно и достигает в 3D рендеринге более высокой удельной производительности в пересчете на объем алу. Но и чип устроен сложнее и, как следствие, содержит больше транзисторов. В этом, кстати, и проявляется сходство RDNA с Turing. Самым старшим чипом в новой линейке AMD стал Navi 10, который лег в основу Radeon RX 5700 XT. Он состоит из 40 вычислительных модулей, каждый из которых включает 64 шейдерных алу и 4 блока наложения текстур. В совокупности эти 40 вычислительных блоков дают распоряжение флагманской видеокарты 2560 шейдерных алу и 160 текстурных модулей. А наша видеокарта RX 5500 XT получила урезанный щип под названием Navi 14, который сохранил лишь 24 вычислительных блока. Также Radeon RX 5500 не нуждалась в широком 256-битном канале связи с памятью. Поэтому AMD его ограничила 128-битной шиной, поддерживающей стандарт GDDR6. А значит сократилось и количество блоков растеризации, привязанных к контроллером памяти. С 64 в Navi 10 до 32 в Navi 14. Кроме того, AMD не считает, что младшему чипу обязательно иметь полноценный интерфейс PCI-Express X16. Ради того, чтобы упростить разводку и сэкономить место на кристалле, они оставили только 8 линий. Зато с поддержкой PCI 4-го поколения. Это, пожалуй, вполне справедливое решение, ведь из игровых видеокарт сегодня только RTX 2080 Ti может затребовать более высокую пропускную способность, чем 8 линий 3-го поколения. На рынок AMD поставляет сразу несколько конфигураций Navi 14. Самая мощная конфигурация с полным комплектом активных вычислительных блоков досталась только Apple MacBook Pro. А дискретные видеокарты довольствуются кристаллами Navi 14, в которых производитель деактивировал два вычислительных блока. И в общей сложности у них осталось 1408 шейдерных ALU и 88 блоков наложения текстур. Не трудно заметить, что по формальным признакам новинка имеет много общего с видеокартами Radeon RX 460 и RX 560. На основе графического процессора Polaris 11 и Polaris 21. У них также сравнительно небольшой набор шейдерных ALU и 128-битная шина памяти. Но со времен RX 460 инженеры AMD пропустили одну смену техпроцесса и сразу внедрили архитектуру RDNA на техпроцессе 7 нанометров. Благодаря высоким тактовым частотам RX 5500 XT даже в теоретических оценках стремится к уровню RX 580. А если принять в расчет повышенную продуктивность RDNA в реальных приложениях 3D-рендеринга, то претензии новинки на корону старшего Polaris'а выглядят вполне уверенно. К тому же RX 5500 XT комплектуется щипами памяти GDDR6 стандарта 14 Гбитс. А значит и по пропускной способности оперативной памяти она ненамного уступает RX 580, даже не взирая на узкую 128-битную шину. Вдобавок к этому распоряжаться каналом связи с памятью архитектура RDNA обязана более эффективно за счет улучшения алгоритмов компрессии цвета и массивным кэшем на кристалле GPU. Одна из главных причин, побудившая AMD заменить GCN в потребительских устройствах на RDNA, состоит в низкой энергоэффективности старой архитектуры. В задачах 3D-рендеринга, где Polaris и Vega не сумели целиком реализовать свой вычислительный потенциал. И если Radeon RX 580 характеризуется типичным энергопотреблением в 185 Ватт, то Radeon RX 5500 XT, который обязан продемонстрировать в играх как минимум не худший уровень производительности, оценивается в 130 Ватт, что хоть как-то может конкурировать с TDP 1650 Super, которая составляет всего 100 Ватт. И как бы AMD не пыталась занять бюджетную позицию на рынке, у них все равно это не получается. Как мы же разбирались в прошлом видео, GTX 1650 Super превосходит по производительности RX 580, а новая RX 5500 XT по сути и является обновленной версией RX 580 с более холодным чипом. Выходит, что покупать видеокарту RX 5500 XT имеет смысл только под рабочие задачи, где архитектура RDNA раскроется на полную. Но думаю мало кто будет собирать рабочую станцию на такой бюджетной видеокарте. А вот в бюджетном гейминге мы по сути получим производительность все той же RX 580. Но давайте для начала посмотрим на цены. На каждую модель мы сегодня не будем обращать внимания, но для тех, кто хочет купить себе такую видеокарту, я оставил в описании ссылки на самые удачные модели. И как видите, одна из самых доступных RX 5500 XT на 4 ГБ стоит сейчас около 15 тысяч рублей. А теперь давайте посмотрим на цену GTX 1650 Super, которая даже в теории должна выдавать больше производительности и обладает таким же объемом памяти. Как видите, AMD явно стоит дороже. Понятное дело, что переплата заключается в охлаждении, так как у самой простенькой сапфирки уже стоит два кулера. Но если подумать здраво, то это охлаждение просто необходимо видеокарте с TDP 130 Вт. Но у RX 5500 XT есть и версия на 8 ГБ, за которую придется заплатить чуть больше 18 тысяч рублей. С одной стороны, большой объем сейчас лишним не будет, но вы посмотрите на стоимость 6-гиговой GTX 1660 Super, которая в разы лучше бюджетного чипа Navi 14. И тут складывается такое ощущение, что AMD даже не собиралась продавать свою новинку геймерам, а делали расчет на майнеров и бюджетные рабочие системы для рендеринга. Как обновленная замена старым Polaris'ом, RX 5500 XT выглядит очень бодро, но как игровая видеокарта она позиционирует себя очень странно, тем более в условиях нехилой конкуренции с картами зеленых. Так что в общих чертах она была бы неплохим приобретением в игровой ПК, особенно с возможностью взять версию на 8 ГБ. Но если подумать, что эти видеокарты будут ставиться в самые бюджетные сборки, то гораздо красочнее смотрится 1650 Super, нежели RX 5500 XT. И давайте наглядно посмотрим на тесты RX 5500 XT на 4 ГБ и GTX 1650 Super. В Одиссее на высоких настройках отчетливо видно, что RX 5500 XT уступает по всем показателям более дешевой карте зеленых, при этом загружая намного больше видеопамяти. А карта от Nvidia наоборот загружает меньше видеопамяти и больше грузит оперативу. А вот в бенчмарке GTA 5 ситуация примерно равная, но все равно можно проглядеть больше FPS именно на GTX 1650 Super. В общем, было весьма ожидаемо, что карта от зеленых окажется впереди. В целом у AMD наконец-то появилась адекватная замена ускорителям на старших чипах серии Polaris, которые снискали заслуженную любовь экономных геймеров и жадных майнеров. Но если честно, уже давно им пора пойти на пенсию. А вот RX 5500 XT располагает быстродействием на уровне Radeon RX 580 или RX 590 и аналогичным объемом памяти. Но вместе с тем архитектура RDNA и техпроцесс 7 нанометров позволили AMD радикально урезать потребляемую мощность. Однако, если взять для сравнения с Radeon RX 5500 XT не очевидно устаревший Polaris, а новую видеокарту GTX 1650 Super, характеристики которого Nvidia специально подгадала, чтобы испортить дебют бюджетной карты AMD, то выбор между двумя ускорителями будет совсем непрост. По производительности на Watt явно лидирует Nvidia, что позволяет производителям немного сэкономить в охлаждении и сделать более вкусную цену. Но до конца не ясно, как покажет себя новинка от красных в играх нового поколения. Возможно, там разрыва производительности уже не будет. Но на данный момент RX 5500 XT весьма странная видеокарта, у которой версия на 4 гигабайта хоть как-то вписывается в бюджетную игровую сборку. А вот 8 гиговая и вовсе является явной переплатой. Ну а если вам понравился этот ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А если у вас есть какие-то вопросы по сборке ПК, то вы всегда их можете задать в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!